Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его смогли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 14 февраля, киевское время, 17 часов. Итак, Путин схватился за ядерную дубину. Опять, не опять, а снова. Наша песня «Гарна нова. Починаем и из нова». Это говорит о том, что дела на фронте крайне плохи для Путина, для российских войск. Никаких побед, нет успехов, нет продвижения, нет наступления начать. Не могут. И поэтому что надо делать? Надо пугать весь мир. Опять обезьяна с гранатой. Выходит, размахивая ядерной дубиной над головой, пытаясь напугать весь мир. К чему это приведет, посмотрим. Итак, оперативная обстановка. За прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара, 32 авиационных удара, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения удара в Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется. Кстати, об этом мы еще сегодня будем говорить. Насколько она укрепляется и какими комплексами. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных операций на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери. Вооруженные силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны. За минувшие сутки подразделения наших сил обороны отразили атаки оккупантов в населенных пунктах Гринниковка, Харьковской области, Невская, Кременная, Шипиловка, Белогоровка, Луганской области, Федоровка, Пороскоевка, Бахмут, Водяная, Марьинка и Победа в Донецкой области. Но география, как я и говорил, расширяется и мы видим, что добавляется Харьковская область, Гриняковка. Противник пытался наступать от Гриняковки вдоль трассы, там идет трасса в сторону Купенска, в направлении точнее, даже не в сторону, в сторону это когда рядом, направление это когда вот туда, в сторону Купенска. Но попытка была неудачная, наши войска нанесли серьезное поражение и противник откатился на исходные позиции. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается мероприятие боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелом подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Более 20 населенных пунктов было обстреляно с территории Российской Федерации. На Купенском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои. Враг производит наступательные действия от Площанки и Кременной. Также пытался наступать от Гринниковки, как я вам уже говорил, в направлении Дворично. Успеха не имел, понес потери, откатился на исходные рубежи. На Бахмутском направлении оккупантам не удалось закрепиться на трассе на Славянск, но они продолжают находиться возле этой трассы. Трасса не занята врагами, но они находятся непосредственно рядом с самой этой трассой. Между Разделовкой и Веселым противнику удалось захватить территорию у пруда. Судя по всему, они в дальнейшем попытаются вбить Клин между двумя деревнями. Это имеется ввиду Разделовкой и Веселым. Но на пока все продвижения на этом участке российских войск остановлены. В самом Бахмуте враг продолжает давление, имея незначительные успехи в определенных кварталах частного сектора. Все атаки на трассу на Константиновку отражены и пока нет угрозы перерезания этой трассы. То есть трассу на Константиновку мы держим, трассу на Славянск они сидят под дорогой, но дорогу они не перерезали. Естественно, она под таким пристальным вниманием российских войск не используется нашими войсками. В Савом Бахмуте, в частном секторе бои идут за каждый дом. Поэтому, но тем не менее, ситуация остается крайне тяжелая, но контролируемая с точки зрения вооруженных сил Украины. И линия фронта особо никуда не двигается. На Авдеевском и Новополавском направлениях враг существенно активизировался в районе Красногоровки. Это та Красногоровка, которая возле Авдеевки. Продолжаются тяжелые бои между Красногоровкой и Второй Новоселовкой. Противник успеха не имеет. Все попытки продвинуться куда-либо российских войск оккупационных нашими войсками пресекаются и отбиваются. Также продолжаются попытки врага взять Невельское. Но Невельское, только на моей памяти, уже, наверное, вторую неделю противник пытается наступать в направлении Невельского, успеха не имеет. На Запорожском направлении последние дни враг активно атакует от населенного пункта Работина в направлении Малая Токмачка. Сейчас оккупанты подошли вплотную к трассе Т-0803 и ставят целью занять эту автодорогу для дальнейшего продвижения на север. Но пока все остается под нашим контролем. Все попытки наступать от Работина в направлении Малой Токмачки, в направлении трассы, пресечены силами обороны Украины. На Херсонском направлении, тут без изменений, идут обстрелы правого берега, особенно населенных пунктов на правом берегу. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. В остальном, как бы, ситуация не изменилась. В качестве общего вывода можно сделать следующее. Враг продолжает вести активные наступательные действия на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском участках фронта. Вовлечены значительные силы для поддержания данного наступления. Однако из-за отсутствия достаточного количества бронетехники, это все напоминает пародию на Первую и Вторую мировую войну. То есть, атаки пехотные, стрелковые части, вот как я вам рассказывал, что они формируют полки и называют их стрелковыми. То есть, они передвигаются на грузовых автомобилях. Бронетехника используется крайне редко и крайне мало. Последнее активное использование бронетехники, это было в районе Углидара. Это когда они за трое суток потеряли больше 100 единиц бронетехники. После этого незначительно, ну вот допустим на отдельных участках, там одиночные танки выходят для обстрела наших позиций. И с короткой дистанции пытаются обстреливать наши позиции. А все атаки проводятся в основном в пешем порядке. Но успехи есть, к сожалению, величайшему к сожалению, есть незначительные успехи и инициатива на стороне российских войск. Они постоянно атакуют. Постоянно. Мы сидим в глухой обороне и отбиваем эти атаки. Стараемся наносить максимальный урон живой силе противника. Ну, ее очень много. Сразу скажу, очень много. И очень тяжело вот это все перемалывать. Сейчас силам обороны главное нанести максимальное поражение. Цели оккупантов стабильны. Восстановить контроль над Тернами, населенный пункт. Взять Бахмут, окружить Авдеевку, занять Марьенку и Углидар. И продолжить наступление до границ Донецкой области. Дойти до Орехова. Многие заявляют, что якобы началось масштабное наступление на этих самых оккупантов, то есть российских оккупационных войск. Но оно в принципе и не прекращалось, оно просто наращивается. Поэтому, как бы, то, что насчет массированного наступления, можете считать, что оно началось. Они просто наращивают усилия за счет того, что вводят в бой все новые и новые воинские части. Все больше и больше личного состава. Враг стабильно давит и пытается прощупывать нашу оборону в разных частях линии фронта. Убивая кучу человеческого ресурса, ну и, конечно же, неся потери в технике. Вот такая вот ситуация. Еще есть одна проблема. Это то, что при таких огромных потерях мы не можем идентифицировать убитых российских оккупантов. Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующих в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии российской, руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и так далее. Вы знаете, возвращая та Вторая мировая война, смертник, так называемый, когда брали гильзу от винтовки или от автомата, ну тогда в основном от винтовки, писали свои данные, сворачивали в трубочку и засовывали в эту гильзу. Несли, причем некоторые даже носили несколько, старались носить в нагрудном кармане и в кармане брюк, вот этот смертник. Почему? Потому что не всегда, иногда от разрыва снаряда тело может быть расчленено на несколько частей. Так вот, для более, то же самое сегодня приказывает руководство 20-й армии, которая действует в Луганской области, в районе Сватова, приказывает носить вот такие смертники. То есть Российской Федерации для мобилизованных не могут даже отчеканить жетоны с личным номером. И солдат заставляют делать такие же смертнички. Чтобы мотивировать личный состав к участию в боевых действиях, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в турмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле. Вот такая вот мотивация. Хочешь денег, иди в атаку. Хочешь денег, захватывай чужую территорию. В Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности с персоналом научно-исследовательского института «Полюс», ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц. Но это не единичный случай. То есть среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников учебных и научных учреждений проводится работа, что надо идти и подписывать контракты, надо идти в военкомат и мобилизоваться на войну. Зачем нужна наука, если в войне еще не победили? Ну вот по такому принципу. Кому она будет нужна? Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета, один Су-24 и Су-25. Я напомню, это бомбардировщик 1-й, 24-й, фронтовой. И Су-25-й это штурмовик, который работает по переднему краю. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункты управления, 7 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов российских оккупантов. Вот такие военные новости произошли сегодня за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Далее по военно-политическим новостям. И главной новостью сегодняшнего дня, естественно, Рамштайн. Началось заседание, точнее сегодня уже второй день. Вчера они съехали, сегодня второй день заседания в Рамштайне. И чего ждать? Все ждут, все затаили дыхание. Мы предполагаем, что, или точнее предполагали, потому как Рамштайн уже начался, что он будет ракетно-авиационным. Вполне возможно, что вопрос перед предоставлением нам ракетного вооружения и авиации будет обсуждаться на Рамштайне. Но пока такой информации нет. Зато есть информация о том, что Financial Times пишет, что на очередной встрече западные союзники главное внимание уделят поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО. То, что необходимо вооруженным силам Украины на фоне российского наступления. Также планируется установка прямых контактов между Украиной и западными производителями оружия. И вопросы передачи авиации будут обсуждаться, хотя сейчас наши союзники не считают его неотложным. Эти вопросы. Ну и прозвучало заявление министра обороны Соединенных Штатов Лойда Остина на заседании в формате Рамштайн. И основные тезисы этого заявления можно сформулировать следующим образом. 8 стран, то есть танковая коалиция, 8 стран будут поставлять в Украину танки «Леопард». Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Соединенные Штаты, Польша и Чехия также поставят танки в дополнение к уже отправленным. Тем, которые, то есть это будут новые партии. Ну, США имеется ввиду, наверное, Абрамсы, потому как других у них вряд ли есть. Польша, возможно, еще РТ-91 или ПТ-танк Твердов. Это версия 72-ки, модернизированная польская Т-72. Ну, посмотрим, что Чехии могут нам предложить. Это в дополнение к «Леопардам». Также Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды поставят Украине систему ПВО «Петриот». Франция и Италия поставят систему ПВО «Мамба» или «Сампт-Т». Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов. Сегодня боеприпасы – это, в принципе, очень важная для нас составляющая, потому как возможности артиллерии, нашей артиллерии ограничиваются именно наличием боеприпасов в боевых порядках нашей артиллерии. Ну, на этом новости как бы не заканчиваются. Есть издание «Политика» сообщает, что в администрации президента ходит мнение, что не готовы Соединенные Штаты сегодня предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия типа «Атакмс». И главной причиной такой невозможности от Соединенных Штатов, подчеркиваю, называют не опасение спровоцировать Москву. Москву уже ничем не спровоцируешь. Москва может только хвататься за ядерную дубину, каждый раз ей размахивать и потом ложить на место. Потому что на сегодняшний день весь мир против использования ядерного вооружения в нашем вооруженном конфликте. Поэтому я вообще не понимаю, на что рассчитывает Россия, начиная запугивать мир ядерной катастрофой. А Соединенные Штаты мотивируют отказ свой тем, что у них этих запасов ракет «Атакмс» очень и очень мало. И они могут остаться сами с носом. Поэтому Соединенные Штаты готовы одобрить поставки ракет «Атакмс» теми странами, у которых они есть. Среди стран, у которых есть на вооружении ракеты «Атакмс» для реактивных систем залпового огня типа М270 или «Хаймарс», числятся такие страны, как Польша, Южная Корея, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн. Вот с кем-то из них, я так понимаю, мы можем договариваться и получить от них эти «Атакмсы». В принципе, Соединенные Штаты, в общем-то, не будут возражать, а дадут добро на передачу этого вооружения Украине от этих стран. То есть, третьим лицам. Далее, вы знаете, что планируется визит президента США Джо Байдена в Польшу. Это запланировано на 22, где-то в районе 22 февраля. Пока что дата варьируется, плюс-минус пару дней. Но, тем не менее, и возможно, я высказывал предположение, что в Польшу будет приглашен и президент Зеленский для такой своеобразной трехсторонней встречи. Но, в любом случае, встреча с Джо Байденом, по моим оценкам, должна состояться. И, соответственно, там будут обсуждаться вопросы войны и мира. Это самые главные вопросы сегодняшнего дня. Так вот, по данным издания Washington Post, видите, в Соединенных Штатах такая методика. Если ты хочешь рассказать тайну, очень хочешь, но ее нельзя рассказывать, то надо эту информацию просто слить средством массовой информации. Вот у них так построена система информирования общества. И поэтому они, вот, Washington Post пишет, что он, ссылаясь на источник в Белом доме, пишет, что Соединенные Штаты готовят для Украины рекордный пакет помощи в общей сложности около 10 миллиардов долларов. То есть, мы на 5 миллиардов, почти на 5 миллиардов уже получили, на 1,87, на 2,78 и на 1,87. Вот такие суммы были названы. Это вот январские пакеты помощи. А теперь говорят, что Джо Байден во время своего визита в Польшу может огласить пакет помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов. Ну, 10 миллиардов, я не представляю, что туда может войти. Единственное, что туда может войти вооружение, уже исчисляющееся сотнями единиц. Вот это было бы для нас очень и очень важно. Скорее всего, это вот те бригадные комплекты, 10-20 бригадных комплектов вооружения, о которых говорил генерал, или, точнее, писал генерал Залужный в своей статье. Но посмотрим. В любом случае, сумма очень большая. И, кстати, сказать, на заседании в формате Рамштайн может быть достигнута договоренность по поводу поставок самолетов. А вот эти самолеты, оглашение этого решения может быть сделано Джо Байденом непосредственно в Польше во время трехсторонней встречи президента. А может быть двухсторонней, как Байден пожелает, встречаться с Зеленским один на один или вместе с Дудой. Я думаю, что вместе с президентом Польши Анжей Дудой. Так что вот такая. Источники издания сообщают, что пакет будет включать и военную помощь, и прямую бюджетную поддержку, и будет приурочен к годовщине российского вторжения. Приблизительно в это же время США также объявят о новых санкциях против Российской Федерации. Так что представители Белого дома считают, что критический момент наступит этой весной, когда Российская Федерация начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории. Вот такое позиционирование дает Вашингтон-Пост. Также это Вашингтон-Пост пишет в другой, правда, статье уже пишет еще одно, как бы, ну это они говорят, что предупреждение, что Соединенные Штаты предупредили Украину, что в войне наступает переломный момент, и что американские военные аналитики убеждены, что одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть временно оккупированные территории, нереально. Поэтому Соединенные Штаты называют деоккупацию земель более важной задачей. Официальные лица считают, что если Украина будет воевать везде, куда Россия посылает войска, то это будет работать в пользу Москвы. Поэтому они призвали Украину определить приоритеты в выборе времени и проведении военного контрнаступления, особенно в то время, когда США и Европа учат украинских бойцов пользоваться самым сложным вооружением, которое уже появляется на поле боя. Ну это, кстати, я высказывал ранее, тоже такое предположение, что возможно мы там чересчур шкивем резервы. Особенно, когда пытаемся защищать центр Бахмута, почему не отойти на западную окраину, не сесть за речку Бахмутку и встать в глухую оборону, и пусть плавает, мы будем их потихоньку топить, будем кормить рыбный планктон в этой реке, в Бахмутке. Тем самым мы бы не тратили такое большое количество сил и средств для того, чтобы удерживать вот это наступление российских войск. Я так понимаю, что американцы предлагают сделать качели. Качели в том, что возможно мы на Донбассе можем уступить какую-то часть территории, но при этом мы начнем масштабное контрнаступление на каком-либо другом направлении. И тогда смысл продвижения российских войск на Донбассе будет просто нивелирован в ноль. Надо будет россиянам перекидывать войска и тушить пожар, что называется, спасать положение на том оперативном направлении, где мы пойдем в контрнаступление. Скорее всего задум такой. Как это будет реализовано или как определит наш генеральный штаб, посмотрим. Я так понимаю, что наш генеральный штаб с Пентагоном работает рука об руку. Главное, чтобы офис не мешал, не вмешивался в эти военные дела. А там Пентагон и Генштаб вооруженных сил Украины разберутся, как правильно сорганизовать взаимодействие обороны и контрнаступления. Следующая в Германии. Вот та новость про систему ПВО, которую я вам анонсировал в самом начале оперативной обстановки. И она звучит следом. Помните, вот этот идет уже сегодня середина февраля. И что мы с вами, главная задача, мы ищем, где же комплексы ИРИСТЕ. Вот те три, которые там обещала Германия поставить нам до конца года. Несколько недель назад была информация, что вроде как немецкое правительство ведет переговоры со Швецией. Нашли там готовые комплексы. Ну, они ранее были поставлены в Швецию, эти комплексы. И вроде как немецкое правительство хочет их выкупить у Швеции, для того, чтобы передать нам. Ну, надо же обязательства выполнять. Три комплекса обещали. Производитель, видимо, не справился с поставленной задачей. Один комплекс нам передал, еще три, к сожалению, видимо, не готовы. Так вот, я так понимаю, что они договорились со шведами. И Германия в марте поставит Украине еще две системы ПВО и ИРИСТЕ. Об этом сообщил министр обороны Федеративной Республики Германии. Ну, где их еще одна, третья, пока о ней вообще не вспоминается. Но две системы мы получаем в марте. Две системы ИРИСТЕ довольно хорошее подспорье для нашей, в том числе, и противоракетной обороны. Сегодня произошел инцидент с утра. Ну, мало того, что у нас была воздушная тревога, да, вся страна это прочувствовала, потому что тревога была по всей стране. Взлетали МиГ-31 в Мочулищах, Белоруссии, и, соответственно, мы объявили под всей территорией Украины воздушную тревогу в связи с тем, что высок риск применения этих самых ракет типа Кинжал. Так вот, в Молдове сегодня произошел инцидент, тоже связанный с воздушным пространством. Молдова сегодня с утра закрыла полностью воздушное пространство на вылет и влет. Все борта, которые находились в воздухе на момент закрытия воздушного пространства Молдовы, были развернуты и посажены в населенном пункте Ясо, на аэродроме. Кишинев был закрыт, приземлялись в Ясо, а вылет был задержан. Ну, во всяком случае, на пока, вот не знаю, в 16 часов должны были снять запрет, сняли или нет, пока информации нет. К вечеру, я думаю, уточним. С чем это было связано? Это было, по предварительной информации, средств массовой информации Молдовы, вот такая вот, извините, получилась тавтология, со стороны Украины залетел российский разведывательный трон. Воздушное пространство Молдовы. Как он долетел туда, трудно сказать, по каким канонам, почему его не заметили, почему его не сбили, если он действительно залетал со стороны Украины. Тем более, что мы имеем огромный опыт в сбивании дронов. И какого типа разведывательный дрон залетел в воздушное пространство Молдовы. Ну, соответственно, Молдова отреагировала. Ну, скажу так, что дестабилизация ситуации в Молдове, на мой взгляд, она только начинает набирать обороты. Так что гражданам Молдовы надо быть готовым к тому, что Путин может вложить огромные деньги, просто огромные деньги в раскачивание ситуации. И их задача просто не упустить этот момент и не дать возможности сепаратистам и пророссийским силам раскачать ситуацию до беспорядков и хаоса в стране. Потому что, как говорится, в мутной воде и рыбку ловить легче, поэтому Россия... А Россия по-другому работать не умеет. Если они сохранят стабильность и управляемость системой своего государства, у них есть все шансы отбиться от этой российской попытки. Но по данным источников, неофициальных источников, в дестабилизацию ситуации в Молдове Россия вкладывает огромные деньги. Вот такие военные и военно-политические новости на сегодняшний день, к этому часу за прошедшие сутки. Ну что ж, я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, тогда его смогут увидеть большее количество людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. Спасибо огромное. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее. Спасибо огромное за информацию. Скажите, пожалуйста, существует ли в танке система свой-чужой? Если да, то танки, передаваемые нашими партнерами, соответственно, имеют каждый свои системы. А как они будут работать вместе? Привет из замерзающей Франции. Сегодня было около 20 градусов тепла. Мира вам и перемоги, Украине. Молимся за вас. Но насчет замерзающей Франции я просто поясню, если кто не в курсе. Путин же обещал, что вся Европа замерзнет. Российский газ они перекроют. Северный поток взорвали. До сих пор не знаем кто. Какие-то добрые люди взорвали почти все трубы Северного потока. И Путин сказал, что Европа замерзнет. На самом деле, эта зима оказалась, она уже идет к закату. Две недели зимы осталась. Так вот, на самом деле, аномальные морозы в Российской Федерации, в том числе и на европейской части. Европейская часть России просто замерзает. Аномальные морозы. До Урала туда очень сильные. А в Европе, видите, Франция замерзает при температуре плюс 2. На улице плюс 20 во Франции. Жалко, вы не указали регион. Мы бы заодно порадовались за вашу хорошую погоду. Так вот, теперь относительно вопроса. Опознавательная система свой-чужой. Да, действительно, для танкистов стала этой проблемой. Она, кстати, была проблемой еще во Вторую мировую войну. До 90-х годов эту проблему решали путем строгого построения боевых порядков в танковых подразделениях. В строгой иерархии в радиоэфире танковых подразделений. Когда командует только старший командир. Он распределяет цели, он направляет машины и ответы или выход в эфир других экипажей идет строго по запросу старшего начальника. А так все молчат. Ну и боевой порядок. Соблюдать боевой порядок. Вот как я вам рассказывал, пехота в линию наступает, чтобы никто не вырвался вперед и никто не отстал. Чтобы не получить дружественную пулю или не садить дружественную пулю в спину своего впереди бегущего товарища. Если отстает солдат какой-нибудь. То же самое у танкистов. То же самое. Но вот в 90-х годах, когда война в Персидском зале, кстати, она очень сильно повлияла на военную науку. Развитие военного искусства. Я так понимаю, наша война тоже самая. Будет ключевой такой в плане изменений в военном искусстве, в военной науке. Они поставили систему свой-чужой. Эта система примерно такая же, как и на самолетах. То же самое. Ставится специальное оборудование, которое оповещает и выводит на монитор свой-чужой. И командиры знают, где свои танки, где чужие танки. Для того, чтобы не открыть дружественный огонь по друг другу. Дело в том, что будут ли танки из разных стран, я так понимаю, суть вопроса. Будут ли танки, работать эта система на поле боя. Будет. Почему? Потому что в этих вопросах НАТО достигла стандартизации. Не стопроцентной, но некой стандартизации. Поэтому эта система будет работать. При этом она еще может быть перестроена или адаптирована для работы в единой системе. Понимая, что эти все танки теперь будут применяться из разных стран. Будут применяться в одной армейской структуре. Это вооруженные силы Украины. Поэтому да, система будет. Да, система будет работать. Прежде чем задать свой вопрос, хочу привести пример одного опроса, проведенного в одной израильской газете. Вопрос звучал так. Какая разница между политиками и ворами? Ответ победитель опроса. Между политиками и ворами разница в том, что политиков мы выбираем, а воринг выбирает нас. Теперь вопрос. Что после нашей победы, по вашему мнению, могут украсть у украинского народа политики, как наши, так и наши партнеры? Ну, я не знаю как бы подтекст вашего вопроса, но чувствую, что он там есть и довольно глубокий. Вы хотите сказать, наверное, что как бы не получилось у нас первого победа, что мы сражались, а потом у нас все отобрали. Я думаю, что вы в этом плане глубоко ошибаетесь. Может быть, я вас разочарую, но у Украины очень большие перспективы по окончании этой войны. Очень многие хотят вложиться в Украину для дальнейшего ее развития, индустриализации и развития агросектора. Без агросектора мы никуда не денемся. У нас самые плодородные почвы на всем европейском континенте. И не использовать их, это было бы, ну, просто было бы кощунство. Плюс у нас, мы не самая бедная страна в мире, у нас огромные запасы полезных ископаемых. И вот сюда будут складываться деньги. Посмотрите, как действуют вооружейники западные. Военно-промышленный комплекс европейских стран или более развитых стран уже ведет переговорный процесс о строительстве здесь заводов. Завод это рабочие места. Рабочие места это зарплаты, это повышение уровня благосостояния людей. Соответственно, производство здесь даже британских или немецких танков на территории Украины, это будет ВВП страны. Потому что это будет произведено в нашей стране и это предприятие будет совместно украинское, допустим, немецкое или украинско-британское предприятие. А ВВП на душу населения, вы же понимаете, это уровень жизни в стране. Поэтому я не думаю, что наши политики, может быть, и хотели бы остаться при власти и продолжить тот грабеж, который у нас даже сегодня продолжается, судя по тем коррупционным скандалам, которые возникают периодически в средствах массовой информации, то с таможней нашей, то с Министерством обороны нашим, то еще там с другими ведомствами, когда там задерживают чиновников, у которых полный диван денег. Ну, это даже ни в каком комиксе фантастическом такого не придумаешь. Ну, а у нас это действительность. Вот, поэтому они, может быть, и хотели бы, но вот те, кто будет инвестировать сюда деньги, они будут инвестировать для получения, для зарабатывания. Деньги предназначены для того, чтобы их вкладывать, для того, чтобы... Когда деньги лежат в банке, это мертвый груз, они не приносят прибыли. Когда они вращаются в бизнесе, они приносят прибыль. Так вот, те, кто сюда будет вкладывать, захотят, чтобы их не обокрали. Первыми, они будут за каждый свой доллар жестко контролировать. Поэтому, а для того, чтобы жестко контролировать, надо что сделать? Надо отрегулировать и наладить систему, правоохранительную систему, судебную систему, и подправить государственную машину. Я не говорю, что они сделают тут идеальное государство с полным отсутствием коррупции. Коррупция есть везде, но есть, как бы, минимальная степень коррупции, а есть беспредел, как у нас был, как у нас в нашей стране. Когда суммы там, КАМАЗами вывозят наличку, и это зашкаливает. Поэтому я думаю, что даже если бы кто-то хотел украсть победу украинского народа, то Запад этого не даст. И Запад не зря вкладывает деньги в Украину, уже сейчас. Причем, обратите внимание, что нас-то особо на долги не сажают. Военно-техническая помощь, она идет грантами от Соединенных Штатов. Грантами, которые не надо будет возвращать. Да, финансирование нашей экономики, оно идет под видом кредитования. Его надо будет отдавать. Но там минимальный процент этого кредита. Хотя суммы, скажу, большие. И вот за кредиты придется рассчитываться. Тут ничего не попишешь. Но это внешние долги. Назовите мне страну в мире, у которой нет внешних долгов. Это уникумы, которые справились со своими внешними долгами. Но и возвели в ранг почти святых тех политиков, которые это сделали. Но потом пришли на их смену другие, и все равно страна пошла в долги. Никто сегодня не живет без долгов и без раздачи кредитов. Такова финансовая система, мировая финансовая система в каждой стране. Уже много раз слышал, что для успешного наступления с бронетехникой ее нужно прикрывать авиацией. Вы это тоже упоминали. Пожалуйста, объясните, от чего и каким образом самолеты могут защитить танки при атаке. Также вы часто говорили, что в этой войне авиация практически не залетает за линию фронта. Из-за плотности ПВО. Как это может повлиять на взаимодействие бронетехники и авиации? Благодарю заранее за ответ. Привет из Германии. Смотрите, дело в том, что авиация, она несет большую огневую нагрузку. И имеет большую эффективность, потому что она фактически бьет прямой наводкой по противнику. Не обязательно сегодня залетать за линию фронта. Причем, кстати, если наличие той же западной авиации, допустим, первый налет авиации будет с ракетами ХАРМ, противорадиолокационными, эти ракеты погасят систему ПВО. А дальше приходит вторая волна, допустим, авиации и идет уже в роли штурмовиков. Те, кто будут утюжить передний край. Поверьте, они вынесут все с этих позиций, с российских. Там не останется живого места. И танки просто будут уже утюжить по хорошо обработанной штурмовиками. А Ф-16, мы с вами говорили, он и бомбардировщик, он и штурмовик, он и истребитель. Вот в чем его универсальность. Допустим, первая волна выходит, выбивает ПВО, отстреливая их ракетами типа ХАРМ. А вторая волна идет штурмовая авиация. И дальше танки при минимальных потерях, кто там останется в живых и способный вести огонь, при минимальных потерях танки помогают пехоте дойти до позиции. Сами разносят, добивают эти позиции и помогают нашей пехоте прорвать эту оборону. А дальше идет работа высокоскоростных мобильных групп, которые уже развивают успех в глубине обороны и расширяют прорыв, как это было, допустим, в Харьковской операции. Но вот эту переднюю линию, артиллерия тоже эффективна, но артиллерия будет, она для того, чтобы обеспечить равные возможности с авиацией, артиллерии надо собрать немеренно. У нас столько артиллерии нет. Почему так и важна авиация для прикрытия наступающих войск, наших наступающих войск. Ничего себе, это очень интересная новость, что качество их артиллерии очень сильно упало. Как вы думаете, почему? Выбили качественные орудия и обученных артиллеристов, стволы разбитые, боятся близко подходить из-за контрбатарейной войны? Нет, выбили офицерский состав. Дело в том, что и расчеты подготовлены очень плохо. Вот это катастрофически влияет на качество ведения огня. Я вам объясню, что для того, чтобы снаряд попал в цель, я вчера уже объяснял вот это, он попадает на основе теории вероятности. И приближение точки, совмещение точки прицеливания и точки падения снаряда достигается за счет расчета и введения поправок. Чем правильнее и чем точнее ты рассчитал поправки для стрельбы, а они сегодня рассчитываются, ну все равно, в большинстве своем вручную. Да, с использованием там автоматизированных систем, но в российской армии вручную. У нас работает система Крапива. Ты вводишь координаты цели, вводишь координаты огневой позиции и у тебя данные для стрельбы уже исчисленные, с поправками. Можно только добавить индивидуальные поправки орудия для того, чтобы увеличить точность. У них такой системы нет, они все равно продолжают в большинстве своем, когда есть прибор управления, этот самый, система управления огнем, но такой очень мало встречается на фронте сегодня в составе российской армии. Уже не осталось тех 2 из 19 с системами, точнее командно-штабных машин с системой управления огнем. Поэтому это считается все в основном в полуавтоматическом режиме, на коленке, с применением минимальных средств автоматизации. Плюс расчеты. Если офицер ошибся в поправке, то снаряды улетят не туда, а лягут на 50 метров правее или на 50 метров левее. Это очень важно. Попасть на взводный опорный пункт или положить снаряды в 50 метрах от взводного опорного пункта. Понимаете в чем разница? Плюс расчеты. Вы же знаете, что вся артиллерия, за исключением отдельных образцов, советского образца артиллерии, она работает на пузырьковых уровнях. Да, не удивляйтесь, пузырьковые уровни это основа наведения артиллерии. А вы же понимаете, что в пузырьковом уровне надо очень точно, чтобы пузырек этого уровня стал между делениями. То есть вывести его на середину. От этого зависит точность. На пол деления ошибся и снаряд улетел и лег в 100 метрах от цели, по которой ты стреляешь. И бывают такие случаи, когда наша пехота сидит в охопах, прячется, а допустим огонь недолетный. И перед окопами творится кромешный ад, туда ложится куча снарядов российской артиллерии. Вот из-за этого подготовка расчетов и отсутствие грамотных офицеров-артиллеристов. Тем более, что те особенно офицеры-артиллеристы, которых призывают сегодня из запаса, они на современных средствах работать не умеют. Они, вот как я в своей молодости, бумажный бланк или пластиковый бланк мы делали. В Германии это было очень модно, эти поправочники. Мы их рассчитывали вручную, чтобы не таскать бумажные таблицы стрельбы, бумажные бланки, карандаш, резинка. Когда идет дождь или снег, то это мрак. Но пластиковый бланк, на нем рассчитаны заранее специальные поправки. И снимаешь только данные построчно, по дальности, по направлению и так далее, и вводишь. Вот они такое помнят и умеют, офицеры запаса. И то, когда они вспомнят математика и прочее, в уме надо очень хорошо считать. И так далее. Вот это очень влияет на качество ведения огня. Поэтому мы наблюдаем, что российская артиллерия довольно часто ошибается. И бьет в белый свет, как копеечку. Вот такая вот арифметика. Пытание. Что означает имитационный вылет МИГ-31К в Белоруссии? Это они таким чином экономят ресурс летака, чем, возможно, иншая причина? Дякую за ответ. Слава Украине! Смотрите, имитационные полеты, это когда он взлетает, и у него под брюхом что-то висит. Это может быть муляж, может быть аэродинамическая конструкция, выполненная в форме ракеты. Может это весовой макет, а может это боевая ракета. Допустим, те наблюдатели, которые там ходят, топтуны вокруг аэродрома, собирают якобы грибы, да, вот они видят, что, ну, 31-й МИГ перепутать с другим самолетом невозможно. Это истребитель-перехватчик, тяжелый истребитель-перехватчик, он взлетает, они же видят, ага, он взлетел, и у него под брюхом ракета. Сразу идет сообщение, что взлетел МИГ-31, вероятно, с ракетой. И мы не знаем, мы не можем рисковать, а если там боевая ракета, если он сейчас повернет в сторону границы, делает пуск и отвалит на аэродром. Поэтому мы вынуждены, а ракета 2000-2500 километров дальность пуска ракеты. Что мы сделаем? Мы вынуждены объявлять сигнал воздушной тревоги. И вот этим они, это называется, это называется создание психологическое воздействие на противника. Они на нас таким образом, они воздействуют, они нам мотают нервы. И мы вынуждены реагировать, мы не можем это пропустить. Вот что это означает. Это не экономия, наоборот, моторесурс самолета тратится. Кстати, у них там МИГ-31 неделю назад загорелся двигатель, у него два двигателя, один загорелся, и он на втором двигателе совершил аварийную посадку. То есть тут же вернулся на аэродром. То есть полет не состоялся. Они тратят моторесурс этих самолетов, но они не считаются ни с расходом топлива, ни с расходом моторесурса этих самолетов. Их всего 12 переоборудовано было под комплекс кинжал. Уточнили уже эту цифру. Я вам об этом говорил. Три я насчитал. За 11 месяцев три они угробили. Два разбили, один дважды горел двигатель, он в ремонте. Но еще девять машин есть. Из них три находятся в Беларуси. Шесть где-то на просторах, болтаются на просторах Российской Федерации. Привет из солнечной знойной Канады. Моего сына назначили командиром отделения механизированного взвода. Сержант. Он ничего не рассказывает по понятным причинам. Пожалуйста, поясните, что такое механизированный взвод и отделение механизированного взвода. Ваш сын служит в пехоте. По простонародью это обыкновенная пехота. Механизированная пехота отличается от простой тем, что она на технике. То есть у них, если он командир отделения, значит у его подчинение должен быть либо бронетранспортер, либо боевая машина пехоты. Причем боевая машина. Ну у нас, кстати, с БТР, я так понимаю, у нас напряженка. А вот с боевыми машинами пехотами у нас ситуация намного лучше. Плюс есть еще достаточное количество боевых машин, уже появляется достаточное количество боевых машин пехоты западного образца. Это может быть Мардер, это может быть Брэдли, это может быть французские бронемашины, британские, колесные, кстати, они идут бронемашины. И у него в подчинении до девяти человек, он сам десятый. Вот одна какая-то машина для перевозки личного состава, то есть бронированная, либо колесная, либо гусеничная, я вам типы назвал. И он командует этим отделением. Таких отделений во взводе три. Вот это механизированный взвод, механизированное отделение, соответственно, и механизированная рота, батальон и бригада. У нас все бригады механизированы, у нас нет пехотных бригад без того, что были на автомобилях, у нас бригад нет легких. Так что вот что такое механизированное отделение и механизированный взвод. Я живу в семье в Херсоне, почти год обстрелы, страх, боязнь не доехать на работу или домой. Вопрос, по вашему мнению, может прекратиться обстрел Херсона с левого берега до лета этого года? Заранее спасибо. Если можно, зачитайте вечером, всей семьей слушаем ваши сводки. Спасибо вам, дядя Олег. Видно, очень молодой человек, хотя ходит на работу. Смотрите, к сожалению, нельзя утверждать, закончится или не закончится. Я точно скажу, что обстрелы Херсона закончатся тогда, когда вооруженные силы Украины отодвинут российские оккупационные войска от левого берега реки Днепр на достаточное расстояние. В качестве примера приведу вам город Харьков. Пока российские войска стояли в непосредственной близости от города и российская артиллерия доставала до Харькова, она била со всех стволов по городу Харькова. Там эти обстрелы были практически круглосуточно из всех видов артиллерии. Потом пододвинули немножко россиян. Ствольная артиллерия прекратила работать, начала работать реактивная. Потом отодвинули россиян. Сейчас город Харьков обстреливается только ракетным вооружением. Но он обстреливается, к сожалению, величайшему. Поэтому точно вам скажу, что только тогда, когда вооруженные силы пойдут в контрнаступление, тогда у вас есть шанс, что обстрелы прекратятся. До тех пор, к сожалению, город будет подвергаться обстрелам, начиная с тех видов огневых средств, которые будут доставать до города. Такова фашистская Россия. Они будут бить по мирным гражданам с целью давления на нашу политику, чтобы мы сдались. Вот именно поэтому. Это единственная цель этих обстрелов. Больше ничего. Погасить энергетическую энергетику, чтобы люди остались без воды, без света, без тепла. Соответственно, начнется паника, хаос, могут начаться эпидемии, потому что вода и канализация это две связанные вещи. А это сразу же, при отсутствии воды, сразу же антисанитария и ухудшение эпидемиологической обстановки. Именно на это делает упор Россия. Ну, как тут не квалифицировать как фашистов, которые ведут геноцид против украинского народа. Поэтому упаваем на вооруженные силы Украины. Ждем и надеемся начало контрнаступления. Скажите, пожалуйста, как артиллеристы знают, куда посылать на отстану 5 и больше километров, когда нет прямой видимости? Например, нужно попасть в сарай с вооруженным боекомплектом. Дрон покажет координаты, а як наводится гармата? Скільки снарядів в середньому потрібно вытратити для влучання на пристрілку? Дякую. Смотрите, да, дрон покажет координаты. Или разведка скажет координаты. А дальше решается обычная геодезическая задача, прямая или обратная. Ну, обратная задача. То есть координаты цели минус координаты огневой позиции. Вот вам разница. Получается дальность и угол, и дальность. И вы по углу и дальности определяете прицел, вводите поправки и, соответственно, заряд и введете туда огонь. Чем точнее вы посчитали данные для... Это называется данные для стрельбы. И чем точнее вы посчитали данные для стрельбы, тем меньше вероятность того, что вам понадобится пристрелка. Ну, как правило, всегда делают один контрольный выстрел. И вот потом с дрона смотрят, или разведка смотрит отклонения. Вводят корректуры и полный вперед. Начинает работать уже взвод батареи в зависимости от количества привлекаемого. Или орудия. Сегодня современные орудия достаточно скорострельные, чтобы выполнять самостоятельно огневые задачи. Сколько надо боеприпасов? Ну, как правило, есть нормы расхода боеприпасов по разным типам целей. Но, так как война идет в режиме реального времени, то на сегодняшний день это уже ничего не работает. Либо визуальный контакт, что да, достаточно, цель поражена. Допустим, как вы написали, сарай с боеприпасами начал детонировать. То зачем? Если он с двух-трех разрывов начал взрываться и гореть, пусть горит дальше. Все, дальше нет смысла тратить боеприпасы. Опять же говорю, что эта война очень сильно поменяет нормы и порядок организации и планирования боевых действий. Нормы расхода боеприпасов, нормы подготовки и ведения огня, нормы организации боевых действий. Так что, сегодня сказать там точно, что надо 10 снарядов на этот сарай, нет. Если раньше, да, раньше открываешь, есть специальные таблицы, открываешь характер целей, там одиноко стоящее здание, таких-то размеров, при применении артиллерии калибра 152 мм, необходимо там от 10 до 20 снарядов. То есть, там задачу может выполнить взвод артиллерийский. Взвод это три орудия. Сейчас такого нету. Если с первого выстрела рванул быка, то зачем вложить туда второй? Надо экономить боеприпасы. Вот так диктует военная наука. А вообще решается обычная геодезическая задача. У нас это делает электроника, в основном. Решается геодезическая задача. Орудие ориентируется относительно сторон света. То есть, для этого существует гироскоп, бусоль, артиллерийское орудие сориентировано. И направление снимается с карты. И в данных обратной геодезической задачи вы получаете дирекционный угол и дальность до цели. Орудие сориентировано относительно сторон света. Орудие наводится в цель по дирекционному углу. Через отметку по точке наведения. А дальность выставляется на прицеле. Есть специальная таблица, которая или электронный планшет вам выдает, что для этого заряда, для этой системы прицел, вот такой-то там, 212 прицел. Раз поставили, вывели пузырьки уровня на средину. Все, ствол смотрит по углу возвышения на эту дальность. Заряд в стволе. Снаряд в стволе, точнее, заряд в зарядной камере. С помощью панорамного прицела выставили угломер по этой цели, который ей соответствует. Навели в точку наводки. Все, нажали, дернули спусковой шнур и снаряд улетел. Вот так работает артиллерия. Вопрос связан с танками. Известно, что скоро в Украине будут танки Challenger 2. У них есть особые HCH снаряды, бронебойно-фугасные снаряды, если переводите это, БФС, которые редко я видел. Вот интересно, что будет с танками Т-72 и Т-90 при поражении их подобными снарядами. Скорее всего, они не смогут их пробить, но смогут ли повредить орудия, казенную часть, механизмы горизонтальной вертикальной наводки, механизм автозаряжания, тримплексы, экипаж жив-здоров или получит легкую контузию. Но танк не боеспособен, стрелять не может. Да и в целом, в чем разница бронебойно-фугасных снарядов от осколочно-фугасных снарядов? Хотелось бы узнать мнение опытного военного. Смотрите, бронебойно-фугасные снаряды это отдельный бит боеприпасов, который был разработан на Западе. В чем принцип действия? Принцип действия в том, что в этом снаряде взрыватель находится в донной части. А взрывчатое вещество, находящееся в снаряде, оно имеет пластичную консистенцию, типа пластилина. И снаряд ударяясь об броню, получается, что сам корпус снаряда разрушается, и вот это взрывчатое вещество, оно как пластилин размазывается за счет энергии, размазывается по броне. И в этот момент срабатывает донный взрыватель. И, соответственно, получается эффект пластида. Вот как вы в кино смотрите, да, там спецназ подбегает к двери, пластиковую взрывчатку на дверь, детонатор воткнули, за угол отошли, ба-бах, и дырка в двери. Тоже самый эффект делает эта пластиковая взрывчатка. Да, она не всегда, она практически никогда не делает дырку в танке, потому что существует еще активно-реактивная или активная защита танка, плюс сама броня защита, точнее, сама броня довольно толстая. Но за счет вот такого эффекта пластиковой взрывчатки на внутренней стороне брони откалывается огромное количество осколков. Это знаете, как вот, да, я уже приводил пример, это как ударить по стеклу молотком, да, в месте удара стекло крошится просто в порошок. Вот то же самое, ну, только здесь не насквозь, дырки нет, а вот внутренняя часть брони, она просто крошится от детонации. И, соответственно, вот эти осколки разлетаются внутри танка, и они выводят из строя механизмы в танке, и выводят из строя экипаж. То есть, экипаж получает не контузию, как при попадании кумулятивного снаряда, когда избыточное давление может привести к контузии личного состава или к летальному исходу из-за вот резкого перепада давления. То есть, здесь получается чисто механические поражения осколками, отлетающими от брони. Есть даже в интернете, можете поискать фотографии, когда вот после такого снаряда там прямо выемки на броне и такие шершавые крошения брони. Да, и она может вывести любой, все зависит от места, куда попадет этот бронебойно-фугасный снаряд. Куда он попадет? И, соответственно, он может повредить любые механизмы, любые электронные приборы, которые находятся внутри танка. Либо еще осколками достанется экипажу. А осколочно-фугасный снаряд работает, как обычный осколочно-фугасный снаряд. У него контактный взрыватель, который находится в передней части снаряда, и он танку не помеха. Особенно, если у танка активная защита, то там же взрыв происходит при контакте с броней. То есть, снаряд ударяется об броню и взрывается. Но у него энергия распространяется равномерно, сферически. Это взрыв обычной брезантной гранаты. И для танка, ну, танк почувствует, конечно же, этот удар. Да, могут быть повреждения осколками, может подсечь триплексы в этом танке. Может срезать осколками антенны какие-то, снести взрывом какие-то ящики с зипом. Потому что танкисты все возят с собой в бою. Танк похож на, он когда выезжает в полном боевом оснащении, на нем все висит. Весь зип, маскировочные сети, чехол общего покрытия, бревно самовытаскивания. И он такой, ну, похож на такую кучу, кучу, кучу какого-то имущества, из которого торчит ствол. Вот так примерно выглядит. Потому что любой предмет на танке является кумулятивным экраном. Может быть, точнее, может сыграть роль кумулятивного экрана. И при попадании кумулятивного боеприпаса или другого вида боеприпаса он спасет экипаж. И танк от поражения, и экипаж от гибели. Вот таким вот образом. В этом разница. Осколочно-фугасный, просто брезантная граната, которая танк не повредит. Точнее, не уничтожит. Может чуть-чуть повредить, но при этом... Если, конечно, в трак попадет, то да, трак разорвет. Потому как довольно мощный, 152, допустим, или 122 снаряд. Оторвет каток, допустим, и может разорвать гусеницу. Да, танк теряет боеспособность. Но экипаж при этом остается живой. И танк технически исправен, может продолжать боевые действия. А вот бронебойно-фугасный снаряд, он сделает эффект пластиковой взрывчатки. Вопрос. Происходит ли изнашивание ствола системы Хаймарс? Есть некий ресурс на стрелы, после чего надо менять пусковые шахты. И нужно ли их чистить, как артиллерийские и танковые. У Хаймарса нет стволов. Смотрите, боеприпасы Хаймарса производятся в тубусе. Это пластик, композитные материалы. Он сделан из композитных материалов. Снаряд в тубусе. Этот тубус устанавливается в пакет. В пакете таких тубусов 6. Он закрыт герметично, спереди и сзади крышкой. Когда нажимают кнопку пуск, происходит отстрел крышек. Передний и задний. Зажигается заряд и снаряд улетел. Все. Потом, когда пакет отстрелен, в нем находятся 6 пустых тубусов. Вот они похожи на направляющие, на трубы. Их увозят. А дальше, насколько я знаю, они, по-моему, даже не перезаряжаются. Они одноразово их выбрасывают и туда уже вставляют готовый снаряженный новый тубус. Единственное, что надо смотреть, это за контактами, которые подают питание. Там электрозапал, которые подают питание на снаряд. Потому что, когда вылетает сам снаряд, естественно, от него пламя. И чтобы эти контакты не обгорали. И работали, передавали напряжение бортовой сети на сам снаряд, на электрозапал этого снаряда. Вот так вот работает. Тем Хаймерс и отличается. Вот МЛРС чем и отличается от советских образцов. Потому что в советских образцах, да, там стальная труба, которая имеет штифт. Точнее, которая имеет паз. Поэтому пазу движется штифт и он придает еще вращение снаряду. Он на полоборота, на всю длину ствола он делает полоборота. И таким образом снаряд вращается. За счет вращательного движения, приданного штифтом. И заточки крыл оперения снаряда, хвостового оперения снаряда, который раскрывается сразу после выхода снаряда из канала, из вот этого ствола. Он даже не ствол называется, называется направляющая. И она везде. Смерч, ураган, град, везде остальное. Ее надо чистить, да. При большом нагаре может быть заклинивание снаряда. То есть, его надо периодически чистить от грязи и нагара. Вот в этом разница. В Хаймерсе нет, такого ничего подобного нет. И настрел там может быть просто сумасшедший. Следите за технической исправностью машины, контактной группой, чтобы запитывался снаряд. Все остальное может работать очень-очень долго. Вопрос по поводу дальнобойных ракет Атакмс. И того, почему нам их до сих пор не дали. Прав ли я, когда думаю, что американцы не дают эти ракеты и везде идет гул по этому поводу, что мы пока не планируем их давать. Для того, чтобы узкие, кстати, так интересно, вы специально так русских назвали узкие. Узкие свезли как можно больше техники, боеприпасов и личного состава на пока еще недоступную для нас дальность. А в день, когда нам их все-таки передадут, то будет поздняк метаться. Мы все быстро вынесем, истощим Россию и все, что они полгода туда свозили. После чего наше широкомасштабное наступление будет всего лишь делом техники. А узкие будут раньше, будут разве что бежать и из автомата отстреливаться. Ну, я бы сказал так. Как версию эту принять можно. Она, в принципе, созвучна с моим мнением, что я считаю, что Соединенные Штаты дают Российской Федерации, дают Путину возможность вытянуть из России весь боевой потенциал. Весь. Вот все, что он может сегодня поставить под ружье, все танки там, все эти, он все снимает, ремонтирует и тянет сюда, в Украину. Здесь это все накапливается. И в какой-то момент, да, действительно, если вооружение будет предоставлено, мы сможем просто это разнести. Вот как мы это сделали на Херсонском направлении. Когда мы вынесли почти всю логистику группировки на правом берегу, они вынуждены были уйти с правого берега, потому что понимали, что дальше наступает снарядный голод, голод с боеприпасами, и эта группировка будет просто разгромлена в ноль. Поэтому они ее вывели с правого берега реки Днепр. Таким образом мы освободили война логистик, как сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, что сегодняшняя война это война логистик. Кто кому больше вынесет логистику, тот и будет иметь преимущество на поле боя. Потому что другому или противнику в этом случае нечем будет стрелять, нечем будет вести боевые действия. Ну что ж, на этом мы вопросную часть, наверное, с вами закончим на сегодняшний день. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали в предыдущем видео. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Он даже немножко похож на вопрос, но все равно я его отнес к комментариям, потому как он требует просто простого и однозначного ответа. На танках, которые будут передавать Украине, леопардах, будет ли стоять активная защита? В Израиле, например, после Второй Ливанской войны, где танковый прорыв был остановлен засадой с РПГ, 10 танков были выведены из строя за 5 минут и атака полностью захлебнулась, так как танки должны были дать огневую поддержку пехоте, причем с тыла противника. Но танки встретило малое подразделение из хорошо спрятанных окопов и просто сбоку расстреляли их, не уничтожили, а просто вывели из строя. И в армии был приказ не использовать танки для огневой поддержки и для танковых прорывов, пока на танки не поставили активную защиту, сбивающую на подлете снаряды, мины и противотанковые ракеты. Так, еще раз вопрос, будет ли на Леопардах активная защита? Да, будет. Можете даже не сомневаться, что будет и активная защита, и активно-реактивная защита. То есть, если активно-реактивной не будет, мы ее поставим самостоятельно. Поэтому никто просто так танки голыми боссами в бой не отправит. Украина переможе! Слава Украине и Збройным Силам Украины! Привет из Канады! Всем бойцам Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины, которые держат фронт в Бахмуте, ребята, вы герои! Такое сдерживание! Олег, в США уже объявили, что Байден везет подарок Украине 24 февраля и на 10 миллиардов долларов. Надеюсь, там будут и самолеты, и дальнобойные ракеты. Ну, это да, мы сегодня об этом говорили. Я украинец, хотя родился и вырос в Москве. Последние 4 месяца живу в Бостоне, штат Массачусетс. Не хочу возвращаться в Москву, так как не понимаю, как разговаривать и жить рядом с людьми, одобряющими зверства. После войны и победы боюсь одного, что мои родные украинцы снова сами себя перехитрят и в послевоенных дрязгах пожухнут мечты о современном европейском государстве. Рядовые американцы очень за вас переживают и готовы помогать во всем. Они очень честны и не терпят обмана. Думаю, что если брать лучшее от англосаксонской модели общество и умножать это на нашу хозяйственность и домовитость, то все будет нормально. Надеюсь, что когда-нибудь смогу снова приехать в родной Киев и Кременчуг. Слава Украине! Слава героям сил самообороны! И еще хотел сказать, что символом победы в Великой Отечественной войне был Левитан по сводкам в Совинформбюро. То символом нашей победы будет фраза «Добрый день, мы из Украины». Да, вот эта фраза у нас звучит во многих источниках, особенно в блогерской среде. И да, действительно, наверное, «Добрый день, мы из Украины» может стать визитной карточкой украинца в любой точке земного шара. Корабли Северного флота России впервые с конца Холодной войны стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Разведка Норвегии. Не стали выходить, а вышли. Это первый случай, действительно, после Холодной войны, после 70-х годов. Кстати, напомню, не хочу это самое, все равно напомню, меня аж подмывает сказать. Кстати, помните, был спор, мы с вами дискутировали в видео моих о том, что выходят ли с ядерным оружием на борту корабли. Нет, не выходили. Все было в местах хранения. Вот сейчас первый раз вышли. И теперь подтверждаются, опять же, мои слова о том, что каждый ядерный боезаряд отслеживается западной разведкой. Видите, как только они со склада тронули ядерные боезаряды, там же даже четко сказано в официальном сообщении Норвегии о том, что это тактическое ядерное оружие было помещено на борт этих кораблей. Основные там у них на Северном флоте подводные лодки. Северный флот, в принципе, там база подводных атомных ракетоносцев у них находится. Основная база. Он в основном подводный флот, но тем не менее, есть надводные корабли. Вот эти надводные корабли впервые за последние 30 лет вышли в море с ядерным оружием на борту. Ну, это все связано, я вам рассказал. Обезьяна с гранатой, тоже сам Путин с ядерной дубиной. Я вот вам сейчас всем тут покажу, что он там. Ну, это Хрущев мог показать кошкину мать. В карибском кризисе Путин и на это не способен. Так что, потому что, кстати, американцы усомнились, там были заявления блогеров, американских блогеров о том, что может быть это оружие уже и не боеспособно на сегодняшний день. Ну, тогда оно представляет опасность для самих россиян, ну и, соответственно, для стран, примыкающих к России, там на севере, где оно хранится. Вот, чтобы не было, как в анекдоте, что мартышке зачем вы пилите бомбу, она же взорвется. Они говорят, ерунда, у нас есть еще одна. Вот, вот, чтобы не было именно такого, такой ситуации. Ну, посмотрим. Ну, что ж, вот на такой ноте, ядерной ноте, ядерного запугивания всего и вся со стороны Путина, именно запугивания, я не думаю, что оно пойдет куда-то дальше, потому что, ну, все против. Тем более, это, вы поймите, что сегодня, пока не случился в мире прецедент с применением ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта, для всех ядерное оружие остается оружием сдерживания. И как только оно будет применено, тогда сразу же станет вопрос ядерного разоружения. Сразу, во всем мире. Все поймут, что надо его ликвидировать, потому что завтра это может превратиться в последний бой на этой планете, не то, что там в Украине или в России. Нет. Мы же сколько раз уже посчитали, что ядерный арсенал мировой сегодня 5 раз, 5 или 6 или 10 раз может уничтожить всю землю, всю цивилизацию. От радиации нет спасения. Как бы там не прятались, бункер, ну, хорошо, бункер, просидишь ты 5 лет, период полураспада урана 160 лет. Что дальше? Вечно быть под землей, звери там не водятся, тушенка когда-то кончится, ну, питьевую воду можно там найти подземных историй, то не факт, что она не будет зараженная. То есть, это все, это апокалипсис. Так что, вот представьте, Путин ставит мир на грань всемирной катастрофы. Вот этим размахиваем ядерные дубины. Я вообще удивляюсь, как Запад позволяет это делать Путину. Тут, мне кажется, нету ни врагов, ни друзей. Тут должно быть единое мнение всего коллективного человечества в плане того, что ты идиот, что ты махаешь этой ядерной дубиной и грозишь применением этого оружия. Ну что ж, посмотрим, чем это все закончится. Я надеюсь, что эти все угрозы, что Запад отреагирует на такие угрозы и, соответственно, Путин получит по заслугам. Его, кстати, его же будут проклинать в истории все, сколько будут помнить. Во всех учебниках будет написано, что Путин, Гитлер 21 века, развязал войну на европейском континенте и уничтожил такое огромное количество людей. Мы еще ужаснемся от количества жертв в этой войне, особенно среди мирного населения Украины. Там цифры будут просто катастрофические, просто. Ну вот, из-за амбиции одного человека. Ну что ж, я благодарю вас на этом за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Я буду очень рад. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Ну и огромное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить сбройным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!